Здравствуйте! В прямом эфире православная энциклопедия. 150 лет назад на землю Японии впервые вступил русский православный священник. Тогда что японцы, писал отец Николай Касаткин, смотрели на иностранцев как на зверей, а на христиан как на злодейскую секту, которой могут принадлежать только отъявленные злодеи и чародеи. Но прошло всего несколько лет, и Николая Симпо, что значит по-японски «духовный учитель», знал весь Токио. Так родилась японская православная церковь. А как живут сегодня православные японцы? Гостем нашей программы будет Дмитрий Петровский, специалист по внешним церковным связям, который занимается вопросами православия в Азии, в том числе и Японии. Вы узнаете немало нового и интересного. Сегодня мы с вами побываем в Японии. С одной стороны, кажется, что об этой стране мы знаем много. Японские технологии, компьютеры, боевое искусство и рестораны. И в то же время Япония остается загадкой со своей древней культурой, утонченной поэзией, сложным языком и таинственной японской душой. А что еще мало кто знает, что в Японии есть большая православная община? В этом православном храме встретить русского человека – большая редкость. 90% всех прихожан токийского храма Николайдо – православные японцы, число которых с каждым годом становится все больше и больше. Появление Японской Православной Церкви – одна из самых, пожалуй, удачных миссий за всю историю русского православия. Православная община в стране восходящего солнца и сегодня, и сто лет назад – это неизолированная эмигрантская группка с большой земли, а многотысячная и активная паства – искоренного населения, осознанно и добровольно принявшее православие. Православие, в отличие от католичества и протестантства, имеет глубину, которая соответствует японскому характеру. И когда японцы сталкиваются с православием, они чувствуют что-то родное. Глубинное родство, вера, надежда, любовь – это то, что есть и в японском характере, и то, чему учит православие. А началось в силу со священника Николая Касаткина, приехавшего в Японию в 1861 году. Для миссионерства не лучшие времена. Тогда тут еще действовал закон, запрещающий подобную деятельность. Христианских проповедников и их последователи сжигали, распинали и заживо закапывали в землю. К сожалению, в свое время деятельность католических и протестантских миссионеров вызвала негативные отношения японцев, так как западные миссионеры пытались насильно обратить, по их мнению, дикий народ в истинную веру. Но отец Николай пошел другим путем. Стал изучать японский язык, культуру, местные обычаи и нравы. В буквальном смысле слова стал своим среди чужих, и чужие стали своими. Результаты превзошли все ожидания. К началу 20 века двумя самыми известными и уважаемыми людьми Японии были японский император и архиепископ Николай, община которого насчитывала 34 тысячи крещенных японцев. А православную церковь в то время тут не называли иначе, как церковь отца Николая. Кроме него нет никакого иностранца, который так долго жил в Японии. И тоже он очень глубоко знал историю Японии и быт японцев. Я уважаю и люблю отца Николая. Если я мог встретить его, может быть, я стал бы православным. Профессор Накамура – переводчик дневников Николая Японского. Он говорит, что это бесценные документы не только для русских и православных, но и для современных японцев, которые по дневникам православного миссионера сегодня изучают свою историю. И еще один штрих к портрету святителя Николая. После его канонизации в 1970 году православная община обратилась к японским властям с просьбой о перенесении его мощей с городского кладбища в Токийский кафедральный собор, но получила отказ, правда, с весьма оригинальной формулировкой. Святитель Николай не может принадлежать только одной религиозной группе. Он – достояние всей Японии. Сегодня японская православная церковь – это весьма внушительная организация. 72 храма и более 30 тысяч прихожан, число которых в последнее время неуклонно увеличивается. Богослужения и священное писание на японском. Женщины без платков и даже в брюках. Желающие могут присесть во время службы. Все особенности японского православия построены на органичном сочетании национальных традиций и церковных канонов. У нас в гостях Дмитрий Петровский. Он работает в отделе внешних церковных связей Московской Патриархии и хорошо знает страну Восходящего Солнца. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Святой равнопостольный Николай Касаткин принес православие в Японию, основал там новую православную церковь. Скажите, пожалуйста, а вот изменилось ли количество православных с тех времен до наших дней? Стало ли их больше? История православия в Японии, конечно, связана целиком полностью с деятельностью равнопостольного Николая. И к концу его жизни насчитывалось в Японии порядка 270 православных общин и храмов. Потом история православия в Японии была, конечно, связана с теми перемен, которые произошли в России. И с общей политической ситуацией, то есть война, привела к тому, что число храмов уменьшилось. То есть в настоящий момент в Японии около 70 общин и храмов. Ну а на сегодняшний день православных меньше? Но число верующих, надо сказать, что оно не уменьшилось. И в настоящий момент даже потихонечку увеличивается. Это приятно слышать. Скажите, а вот как относятся сами японцы к своим православным соотечественникам? Знаете, очень терпимо, как они относятся ко всему. Но надо сказать, что то отношение, которое мы можем найти в источниках начала века, когда даже сам равнопостный Николай сталкивался с тем, что его деятельность трактовалась как вредная секта, сейчас этого нет. Православие в Японии органичная часть национальной культуры. И большинство храмов и святыни Японии являются национальным достоянием. — Скажите, пожалуйста, а вот вообще такая какая-то культура, образующая лица, государство, образующая религия на сегодняшний день в Японии существует? — Конечно, культура Японии создана в рамках синтаистской и буддийской религиозных традиций. — Но на сегодняшний день насколько это является основной, скажем, религиозной группой для Японии? Буддизм или синтаизм? — Я думаю, в равной мере. И то, и другое. Для азиатского сознания, для японского в частности, характерен определенный религиозный синкретизм. Чего нельзя, конечно, сказать про очень незначительно на общей религиозном фоне группу православных. Ну а в целом японцы с легкостью относят себя либо к той, либо к другой группе. — Мне как раз очень интересна эта особенность японского сознания, японский менталитет. Насколько характерен, скажем, для нашего миросозерцания, для русского? Похоже ли по своему мировоззрению, по взгляду на мир, японцы и русские, скажем? — Вы знаете, если говорить о обычном русском и обычном японском, конечно, можем найти много культурных различий. Но если мы будем говорить о наших собратьях, о наших православных верующих, то, конечно, там много общего. Вера нас значительным образом объединяет. Пять лет назад святейший патриарх Московский Евсея Руси Алексей II побывал в Японии. Давайте посмотрим, как это было. До мая 2000 года ни православные патриархи, ни главы католической церкви не посещали страну восходящего солнца. Первым за всю историю стал пастырский визит патриарха Московского Евсея Руси Алексея II в японскую автономную православную церковь. Японская православная церковь находится в каноническом подчинении Московскому патриархату. Символично, что самолет Московского патриарха приземлился в аэропорту города Хакодаты. Именно здесь первый вступил на японскую землю равноапостольный Николай Касаткин. А еще через 30 лет он построил в Токио Воскресенский собор, вмещавший 2000 верующих. Здесь во время своего визита Алексей II совершил интронизацию архиепископа Токийского, митрополита всей Японии Даниила. После молитвы о посаждении на трон и трехкратного возгласа «Аксиос», что означает «достоин», патриарх вручил новому главе японской церкви панагию и жезл. Во время своей недельной поездки Алексей II побывал в разных городах Японии. Совершал богослужения, встречался с православными японцами, студентами и общественностью, любовался весенним цветением сакуры. По словам патриарха, русская православная церковь на протяжении долгих лет духовно окормляла японскую паству, знакомя ее с традициями православной культуры, которые получали в Японии свое национальное преломление. Мы видели в сюжетах вот самый главный храм японской православной церкви, который называется, кажется, Николай-до. Ну, если с таким претензией на японский акцент Никорай-до. Спасибо, извините. Я в следующем распространяюсь. В японской церкви нет буквы ЭО. Да, действительно. Скажите, пожалуйста, вот мы там видели в основном иконы, которые были, вероятнее всего, привезены самим святителем Николаем Касаткиным в Японию. Храм, в общем, в интерьере XIX века в основном мы видели. А скажите, а вот современное церковное искусство в Японии существует? Есть ли там, скажем, свои иконописцы? Да, в Японии существуют свои иконописцы. Причем это очень древняя традиция. И большинство икон, которые вы видели в храме, они написаны японской иконописцей Ириной Оситарин. И во многих храмах Японии находится ее работа. Она обучала в Санкт-Петербургской духовной семинаре, а потом, значит, писала иконы в Токио и в других храмах Японии. Большинство ее работ, так же, как я уже сказал, действительно это национальное достояние Японии, совершенно официально. В новых храмах или в тех храмах, где нуждаются иконы в обновлении, также новые японские иконописцы продолжают свои труды, равно как и не прекращаются связи с русской церковью. И в Троицергиеве Лавры пишут много икон для японской церкви. Скажите, а вот мне приходилось бывать в разных странах православных, и я обещал внимание, что современные иконы, и вообще иконы, скажем, грузинские, предположим, в Армении древние иконы, в Греции, они все носят какой-то немножко национальный характер. Они похожи на тех людей, которые в этих странах живут. А вот, скажите, японские иконы, они похожи на японцев, лики святых, они как-то отражают национальный характер? Я бы сказал, в меньшей степени. Все-таки пока в японской православной церкви нет такого феномена, который вы можете увидеть в католических храмах, где действительно изображение пристой Богородицы носит национальные черты. Скажите, пожалуйста, а вот есть ли еще какие-нибудь святые свои в японской православной церкви, к которому уже общеизвестного равнопосленного Николая? В настоящий момент единственным нераздельным святой, японской православной церкви является, конечно, апостол Николай. Есть много его сподвижников, которые в настоящее время еще не прославлены. Можно вспоминать их имена. В первую очередь, конечно, отец Павел Саваба, его первый крещеный. Это первый его ученик из японских, из самураев, по-моему. Да, из самураев. Но также с деятельностью японской миссии, а потом японской церкви связаны имена многих святых, которые уже прославлены. В первую очередь, конечно, священномученик Андроник Пермский, который несколько лет нес послушание ирмонахам в духовной миссии в Японии. Скажите, пожалуйста, а вот каких еще святых почитают японцы, таких в неразделенной церкви? Кого больше всего почитают, кроме, опять-таки, равнопосленного Николая? Знаете, у японцев существует доброе тяготение к русским святым, и в частности, конечно, к преподобному Серафиму Саровскому. Вот в качестве примера я принес сегодня на передачу книгу, которая издана была трудами митрополита Даниила о преподобном Серафиме. Можно посмотреть? Пожалуйста. Скажите, а вот что еще там книги такие, я вижу, на японском языке тут лежат? Еще я с собой взял несколько книг на японском языке. Это, в первую очередь, книга, рассказывающая об истории самой главной святыни японской автономной православной церкви, собор Никарайдо и, конечно, Евангелие на японском языке. Скажите, а вот какие особенные традиции, может быть, существуют в японской православной церкви? В богослужении, может быть, в молитве, в общении прихожан? В богослужебном смысле японская церковь сохраняет, можно сказать, русскую традицию. Но при этом японцы не стали русскими, они остались японцами, и наравне с православными праздниками, также в рамках православной церкви празднованы, например, такие национальные дни, как День пожилых, День молодежи. Существует традиция благотворительных базаров, возможность такого вне богослужебного общения. Очень важно, что сохранилась традиция катехизаторов. До сих пор. До сих пор, да. Замечательно. Существует... Скажите, а вот как они поют, японцы? Вы слышали, что пение... Ну, я немножко с ним слышал. Да, было не очень много слышно, но пение – это наше пение. То есть это русская нотация у них происходит, и они поют, как вот в русской церкви? Да. Но только по-японски? Да. Многие, которые слушают это первый раз, очень удивляются и говорят, ну что же, вы просили, вот хотели послушать японскую музыку, а получается почти русская. То есть если русский человек придет на японское богослужение, он совершенно будет как у себя дома? Безусловно. Хорошо. А вот как Пасху, скажем, отмечают в Японии? Красит ли там яйца, пекут ли там куличи? Вот очень интересно. Вы знаете, японская кулича практически не использует молока, поэтому тех продуктов, которые для нас характерны на пасхальном столе, как-то вот Пасха или кулич, вы не встретите у японцев, но символ воскресения Христова – красное пасхальное яйцо – это неотъемлемый атрибут. Но для желающих, которые хотят увидеть в Японии полноту русской традиции, они могут посетить наше подворье в Токио, где есть, конечно, и Пасха, и кулич, и пасхальные яйца. Дмитрий, ну хорошо, а как тогда по-японски будет Христос воскресе? Христосу Фукацу. Воистину Фукацу. Могу соответствовать вам на это. Наш корреспондент тоже недавно побывал в Японии и встретился там со многими православными. Давайте мы с вами сейчас познакомимся с ними. Имя этого белокурого японца одинаково непривычно звучит и для русского слуха, и для японского. Иоанн Канеда – рок-музыкант, принял православие три года назад, а недавно обвенчался в главном православном соборе Японии – Николай До. Его избранница – церковная хористка, тоже японка. Ее предков еще крестил сам Николай Японский. Иоанн говорит, что для него это большая честь. А еще Иоанн мечтает стать православным священником и даже готов постричься и перекраситься перед поступлением в токийскую семинарию. Дело в том, что я искал свой духовный путь, попробовал многое – буддизм и ислам, и многие другие христианские конфессии. Но православие мне подошло больше всего. Отец Николай Дмитриев встретил свою будущую супругу в 1990 году в Ленинграде. Он – выпускник семинарии, она – воспитанница регенских курсов. По собственному желанию и против воли родителей, приехавшие изучать православие в Россию из Японии. Я долгое время не думал, что я буду вступать в брак. Я, в общем-то, готовился к монашеской жизни довольно серьезно. И супругу мою тоже об этом думал. А вот когда мы встретились, тут Господь сказал, ну вот, две половинки нашли свое единство. Вторую половинку отца Николая раньше звали Хитома Ямазаки. Сегодня же она – Светлана Дмитриева. Ролью матушки при батюшке недовольствуется. Преподает в токийской православной семинарии русский язык и закон Божий своим соотечественникам. Они думают, что все то, что существует, можно выражать иерогольфами. Но на самом деле не так. Правда? Бог иерогольфами не напишешь, нарисуешь. Правда? Светлана Дмитриева сегодня единственный преподаватель в токийской православной семинарии. А Дмитрий Танаки – единственный ее ученик. Стать православным священником он решил, будучи в Греции, где прожил шесть лет. Но вернувшись в Японию и попав в здешний православный храм, четко и бесповоротно для себя определил, где будет выцерковляться. Русское православие имеет большую историю и традицию. К тому же, по-моему, оно наиболее адаптировано для японцев, которые, как и русские, склонны к богоискательству. Православие – это не логика, а жизнь, правило, как сохранить себя и свою душу. А еще Дмитрий говорит, что для японца внешнее совершенство неотделимо от внутренней гармонии. Поэтому большинство его соотечественников, ставших его единоверцами, изначально были очарованы. Величественностью и красотой православной веры. Красиво! Дмитрий, вот сейчас очень популярна в России японская кухня. Хотя, на мой взгляд, она так чрезмерно экзотична даже для нас привычных уже ко всему людей. Я, например, никогда ничего такого японского не пробовал, даже, честно говоря, боюсь к этому подходить. Скажите, пожалуйста, а вот вам-то самому нравится все, что там готовят? Знаете, мне очень нравится. Я имел возможность быть в Японии, пробовать кухню, что называется, на месте. Впечатление у меня произвело вот не отдельное блюдо, а существует определенная совокупность блюд, которые подаются одновременно. Так называемые кайсёки. Как, простите, человек? Кайсёки. Потом мне скажете. Я же, да, повторю. Я надеюсь, что после сегодняшней передачи вы полюбите японскую кухню тоже. Ну, а здесь, в России, я с большой радостью, если есть такая возможность, ем японские роллы, темпру, обжаренные... Кайсёки – это вот из чего? Кайсёки – это последовательность блюд, которые содержат в себе как бы весь спектр того, что едят японцы. То есть, некая такая церемония еды, можно так представить. Да, да. Я не сказал бы, что это чайная церемония, но вот очень это красиво, потому что японцы... Да, вот японцы считают, что еда должна быть не только очень вкусной, но и, конечно, она должна быть прежде всего красивой. В этом недавно убедился и ведущий нашей кулинарной рубрики батюшка Гермоген. Доброе утро! Мы с вами в Москве. И для того, чтобы попробовать блюда японской кухни, совсем не обязательно лететь в Японию. Сейчас в Россию японские повара приезжают сами и демонстрируют своё кулинарное искусство. Мы с вами в одном из московских ресторанов, который славится своей японской кухней. И сейчас шеф-повар Мурата Сан покажет, как приготовить самое популярное блюдо японской кухни – роллы. Итак, что нам для этого понадобится? Для этого понадобится рис маринованный, отварной, морской бодрости по-японски нори, японская горчица или японский хрен васаби, маринованный имбирь и овощи – абокадо, огурец, перец и айсберг. Так, немножко замочить руки, нори. А как вы маринуете рис? Что туда добавляется? Уксус, сахар, соль. Ага. И сколько времени нужно мариноваться? Мариноваться где-то минут 10. Ага. Совсем немного. Ага. То есть распределяем рис по всей поверхности этого листа? Да. Немножко на сантиметр оставим. А сантиметр оставим, да? С одной стороны. Конечно, в домашних условиях достаточно сложно приготовить это блюдо, потому что найти все ингредиенты для роллов не так-то просто и не очень дешево. Но, однако, это настоящая японская кухня. Так, теперь мы смазываем васаби, да? И украдываем овощи. А овощи нарезаны? Тонкой, наверное, соромкой. А васаби только одну полосочку? Да, потому что очень острый. Это красный тоже перчик тогда, да? А как по-японски эти роллы называются? Ясаи маки. А ясаи маки. Так, заворачиваем. Самая главная работа здесь. Вот здесь-то как раз и нужен особый навык. Вот зачем все это делается на циновочке, чтобы потом вот так можно было удобно закатать. Вот так стоит 20-30 секунд. Так. Чтобы норы совсем приклеились. Так, и что мы делаем потом? Будем сейчас отрезать нор. Сначала пополам. Так. А потом на три. Получается шесть кусочков. Такая здесь кусочка. И маринованный имбирь. Немножко посадить. Все готово. Вот такое блюдо у нас получилось. Такую красоту жалко есть. Хочется ей любоваться. Большое спасибо, Марата-сан, за то, что посвятили нас в один из секретов японской кухни. Всего вам доброго. Ангела вам за трапезой. Наша программа подошла к концу. Спасибо всем, кто совершил вместе с нами путешествие по Японии. Спасибо вам, Дмитрий, что вы пришли к нам в студию. Спасибо вам. И благодаря вам эта далекая страна стала к нам ближе и значительно понятнее всем нам загадочная японская душа. Спасибо вам большое. Всего вам доброго. Всего вам доброго. Храни вас Господь. Субтитры подогнал «Симон» «Симон»